На улице Карла Маркса ремонт дороги практически близится к завершению. Основная работа здесь проведена. Осталось только довести до ума тротуары. Качество мы со своей стороны будем стараться, чтобы было максимально. Здесь гарантийный срок у нас, если я не ошибаюсь, в районе 4 лет. 3-4 лет сейчас точно я могу сказать. Но мы, в принципе, даже вне своего гарантийного срока стараемся какие-то, если произошли дефекты, выходим и совместно с районом их осматриваем и ликвидируем эти разрушения. Из бюджета республики на ремонт дорог выделен миллиард рублей. Из них 500 миллионов будут потрачены на ремонт дорожного полотна во дворах. В 30-ти работы уже завершены. Ждут в своей очереди еще порядка 50 дворов. Чтобы отремонтировали двор, заявку надо писать в администрацию района. Но двор будет выбираться исходя из того, сделан ли капитальный ремонт в доме, какое количество проживающих, когда последний раз был двор отремонтирован. И, конечно же, от того, какое состояние на сегодняшний день двора есть. В зависимости от этого будет принято решение, включен двор или нет. На этот год программа уже сформирована и мы менять ее не сможем. Из бюджета республики по поручению временно исполняющего обязанности президента Рустама Миниханова выделено дополнительные полтора миллиарда рублей на приведение в удовлетворительное состояние наиболее изношенных участков дорог. Речь идет об улицах, по которым будут передвигаться участники и гости чемпионата мира по водным видам спорта. Работы ведутся в две смены. Часть объектов будет завершена в первой половине июля месяца. Но и те дороги, которые связаны в основном у нас, это поселки, пригород, промышленная зона. Мы планируем завершить в августе, в сентябре в месяце. Параллельно продолжается работа и по высадке цветов и озеленению города. В основном сотрудники горводиленхоза сажают яркие петуни, они менее прихотливы. Есть и тагетисы, и агератумы. Эскизы орнаментов разрабатывали казанские архитекторы. Всего на улицах появится 3,5 миллиона цветов. По просьбам горожан в этом году вывесят еще больше кашпо. Кроме того, из-за неблагоприятных для России непогодных условий некоторые зеленые насаждения сильно пострадали. Их пришлось заменить. Мы постепенно на центральных улицах где-то около 400 штук мы уже заменили. К сожалению, вот на Булаке тополя мы заменили и елки меняем. Поэтому вот именно аномальная температура, к сожалению. От процесса озеленения улиц не остались в стороне и частные предприниматели. Они закупили полтора миллиона саженцев. В течение недели будут высажены все цветы. Эльмир Кляхметова, Роман Фенин, Телеканал Эфир.